приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами 26 декабря воскресенье и последнее воскресенье в этом 2021 году давайте мы это воскресенье проведем с радостью с любовью с миром и с гармонием в сердце и в нашей душе поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца друзья будет очень много полезной и важной нужной и интересной информации а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии вы знаете 26 декабря сегодня воскресенье и нас всех ожидает невероятно роскошный день день успеха и благополучия этот день сегодня у нас благоприятен для всех дел от которых мы ожидаем только положительный эффект и также в воскресенье 26 декабря плавно перерастет в нашу рабочую неделю и это будет великолепное продолжение недели день будет великолепным и для налаживания отношений поэтому мы вам рекомендуем быть активными быть позитивными потому что как проведете 26 декабря воскресенье таки пройдет у вас вся неделя до 31 декабря включительно поэтому общайтесь встречайтесь сегодня с вашими друзьями знакомыми думайте о том что вам возможно нужно открыть бизнес открыть какой-то новый проект провести какие-то переговоры планируйте сегодня думайте о том что возможно вам нужно устроить какие-то важные встречи свидания возможно начать а думать об обучении об ремонте или об инвестировании но сегодня друзья 26 декабря воздержитесь от начала каких-либо судебных тяжеб удачные часы этого дня который нейтрализует плохие влияния энергий это время будет с 13 часов 15 минут до 16 часов 15 минут день не подход для активности рожденным в год тигра сегодняшний день это день ключа и раскрытия тайн день посвященных день мудрецов философов ясновидящих и контактеров также сегодня день обращения к богине клио для проникновения в тайной истории открытия мудрости которая содержалась в древних письменах и символах сегодняшний день 26 декабря связан с незыблемостью устойчивостью к сознаниями с книгами с информационным полем этот период мудрости изучения тайного знания наук и ремесел любые знания легко усваиваются кроме того это день достижения человеком цели а также постижение своих корней в этот магический день особенно сильны будут умственные способности человека и его интуиция вы можете узнать новое как о себе так и о мире вам может открыться тайное какое-то сознание могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальное решение застарелых проблем решайте проблемы добивайтесь своих целей при помощи полученного знания в этот день рекомендуется делать прогнозы на будущее обращаем ваше внимание что сегодня в этот день чувствительность и интуиция будут значительно выше чем в предыдущие дни и это дает нам великолепную возможность прислушаться к себе такие моменты приходят откровения приходят тайные знания этот день как нельзя лучше подходит для передачи опыта другим людям при этом крайне рекомендуется избегать самодовольство и заносчивости также обращаем ваше внимание что сны которые приснятся в этот день сбываются буквально через несколько дней снах открывается будущее новые знания сообщение о том как следует поступить эти сны если правильно их понять помогут решить вам многие проблемы в этот день кстати особенно благоприятны любые гадания и аффирмация сегодняшнего дня звучит следующим образом я могу достичь цели которую поставил перед собой сегодня я доверяю своим способностям и своей интуиции я всегда нахожу возможности для развития я целостный и гармоничный человек я свой лучший друг и учитель вы знаете сегодня в 26 декабря люди на руси верили что именно в этот день буйствует нечисть считается что в этот день ведьмы и колдуны собираются на посиделке не поэтому не следовало оставлять сегодня на крыльце веник нечистая сила могла его утащить чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце 26 декабря составляйте планы на грядущий год попробуйте также и реализовать свои скрытые таланты но 26 декабря я ни в коем случае нельзя сквернословить иначе что-то тяжелое может упасть вам на голову также нельзя никому одалживать сегодня свою одежду начинать новые дела и отказывать в помощи и милостыне а чтобы защититься от нечисти 26 декабря принято было читать молитвы и проводить разные защитные обряды лучше провести этот день дома с близкими и родными или как вариант в уединении дома для доброго расположения духа и создания теплой атмосферы в семье хозяйки заваривали травяные чай из ромашки и душицы жгли сухие букетики из луковых трав обязательно 26 декабря попробуйте это проделать хотя бы попейте чай из ромашки это вам поможет успокоиться и привнести ваши энергетики в баланс также сегодня по народным приметам день евстраты и на евстраты устраивали банный день с хвойными вениками и ключевой водицей после парной обязательно угощались медом и вот такой обряд 26 декабря обеспечивал человека здоровьем на весь год поэтому если вы любите баню обязательно пойдите попарьтесь и после выпейте чая с медом также обращаю ваше внимание что 26 декабря в день ведьминых посиделок нельзя отказывать людям в милостыне и приюте человеческая скупость притягивает в дом беды однако брать чужие вещи в этот день или отдавать свои тоже строго запрещалось если дети будут есть в этот день мед наши предки считали что таким образом дети обретут крепкое здоровье не стоит повышать голос и на ближних людей иначе можно обрести проблемы с ротовой полостью это могут быть заболевание зубов или появление на губах язвочек сегодня 26 декабря не беритесь за несколько дел сразу даже если и в другие дни у вас получалось одновременно справляться с рядом обязанностей 26 декабря успеха ни в одном из них не будет также нельзя в этот день проводить процедуры связанные с ногами не нужно сегодня 26 декабря делать педикюр распаривать и делать прочие процедуры иначе таким образом найти именно нельзя делать любые процедуры которые связаны с нижними конечностями иначе вы можете перетянуть на себя негатив и вы знаете сны в эту ночь будут иметь особое значение потому что они окажут на какие направления в жизни нужно сделать особый упор где поднажать а где отпустить ситуацию и друзья именно в этот день 26 декабря как вы уже поняли достаточно хороший мы с вами можем провести практику на очищение денежного канала и так практика достаточно простая вам нужно взять листок бумаги взять карандаш взять ручку и далее что мы делаем нужно написать следующие слова извините следующие цифры семь пять один шесть четыре подумать о том что вам мешает двигаться вперед именно в денежном плане и после этого сказать следующую фразу очищаю свой денежный канал от всего деструктивного и обращаем ваше внимание что вот эта комбинация цифр которую вы напишите на листке бумаги семьдесят пять шестнадцать четыре но произносим именно по каждой цифра ки сумме дает нам успех поэтому мы написали на листке после этого продумали о том что нам мешает двигаться развиваться произнесли кодовую фразу очищая свой денежный канал от всего деструктивного и после этого этот листочек мы сжигаем со словами благодарности что этот информация это деструктивная энергия она сжигается и перерастает в хорошую в созидательную позитивную энергию а с вами с этим и приходит благополучие достаток и изобилие обязательно проведите эту практику 26 декабря и у нас друзья остаются последние недели для того чтобы сделать закончить определенные дела моменты своей жизни таким образом вы очистите денежный канал и привлечете деньги в свою жизнь друзья вот такой у нас сегодня с вами день 26 декабря воскресенье 2021 вагона года магический день который поможет вам осуществить многие ваши мечты и желания хорошего вам сегодня воскресного дня с вами как всегда был канал зато река для тебя подписывайтесь ставьте лайки мы услышимся с вами уже в следующем видео